Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Совсем скоро, 20 августа 2021 года, на платформе Ческом стартует вторая онлайн-олимпиада ФИДЕ Международной Шахматной Федерации. Грандиозный праздник, который объединит 155 национальных федераций. О том, как проходила онлайн-олимпиада год назад и что нам ждать от онлайн-олимпиады 2021, поговорим в этом видео. Для начала немного истории и статистики о первой онлайн-олимпиаде 2020, которая прошла на сайте chess.com с 25 июля по 30 августа 2020 года. Первоначально в эти же сроки планировалось проведение Всемирной Шахматной Олимпиады в Москве, но пандемия заставила все планы поменять, Олимпиаду перенести. Мы надеемся, что она пройдет в 2022 году, как и запланировано сегодня. И Международная Шахматная Федерация ФИДЕ предложила провести вот такой интересный глобальный турнир с участием огромного количества федераций, но онлайн. Это был новый вызов платформе chess.com, потому что такого масштабного мероприятия история этого игрового сервера еще не припомнила. Тем не менее, онлайн-олимпиада 2020 состоялась, много всего было и огромное количество команд-участниц, а именно 163 команды-участницы приняли участие, борьба во всех дивизионах, на всех досках и захватывающий финал. И давайте по порядку. Итак, статистика. Первая всемирная шахматная онлайн-олимпиада 2020. 163 команды-участницы приняли участие в этой онлайн-олимпиаде, более полутора тысяч участников, около шести тысяч сыгранных партий. Это глобальное соревнование и привлекло внимание более 85 миллионов зрителей. Почти 11 миллионов минут трансляции прошли на русскоязычных каналах chess.com.ru. Самой юной участнице было всего шесть с половиной лет. Как я уже сказала, борьба велась в нескольких дивизионах. Формат онлайн-олимпиады 2020 и онлайн-олимпиады 2021 почти не отличается. Мы об этом поговорим подробнее чуть попозже. Из группового этапа онлайн-олимпиада делится на два этапа, групповой и нокаут. Из группового этапа в финальный нокаут прошли сильнейшие державы. Единственным различием между онлайн-олимпиадой 2020 и онлайн-олимпиадой 2021 является то, что в топ-дивизионе, в сильнейшем дивизионе, откуда уже выходят команды в финальный нокаут. Единственным отличием между онлайн-олимпиадой 2020 и онлайн-олимпиадой 2021 являлось то, что команды, которые заняли второе-третье место год назад, они играли между собой матчи 1-8 финала. В этом году все гораздо сложнее. Командам надо попадать в заветную двуку в топ-дивизионе, чтобы оказаться в финальном нокауте. Но так или иначе, много было сыграно партий, в том числе Армагеддоны. Напряженная борьба шла везде. Как я уже сказала, огромное количество зрителей следило за трансляциями онлайн-олимпиады на различных языках. И в финале встретились сборная Индии и сборная России. Два матча между собой играют страны в нокауте. Матчи проходили в очень напряженной и упорной борьбе. И в самые последние минуты, когда уже завершался второй решающий матч, случился интернет-крах. Глобальный, как было сказано и доказано. И у двоих представителей команды Индии упал флаг. Они проиграли партию. И вроде бы тот самый решающий второй матч закончился в пользу команды России. Но команда Индии подала апелляцию, которая была удовлетворена. И президент Фиде принял сложное решение, а именно присудить обеим командам золотые медали. Ликование, с одной стороны, разочарование, с другой стороны, очень смешанные и сложные эмоции. И вот этим скандалом, к сожалению, была омрачена онлайн-олимпиада 2020. И сейчас, начиная олимпиаду 2021, я думаю, что и игроки, и организаторы все надеются, что в этот раз спортивный праздник не будет омрачен интернет-скандалами, что все пройдет без технических сбоев, без каких-либо других проблем. И мы все сможем насладиться игрой и интересным зрелищем этого поистине грандиозного соревнования. Сейчас давайте поговорим о формате, расписании и других деталях онлайн-олимпиады 2021. 20 августа 2021 года стартуют партии 4-го дивизиона онлайн-олимпиады Фиде на сайте Chess Home. Онлайн-олимпиада состоит из двух этапов. Группового этапа и этапа плей-офф или финального нокаута. В групповом этапе все команды разделены на дивизионы 4, 3, 2 и главный или топ дивизион. В 4 дивизионе играет 60 команд, в 3-м 50, во 2-м 50 и в главном дивизионе 40. Команды распределены по дивизионам согласно рейтингу шахматных федераций, который вычисляется на основе результатов выступлений команд в открытом и женском зачетах по итогам шахматной олимпиады в Батуми 2018 года и онлайн-олимпиаде Фиде 2020. Итак, в 4-м дивизионе, который стартует 20 августа, будет 60 команд. Они будут разделены на 5 групп по 12 в каждой и из каждой группы 3 команды победительницы пройдут дальше в 3-й дивизион. Та же система распределения всех команд по группам и вновь из 3-го дивизиона 3 сильнейшие команды победительницы выходят дальше. В главном дивизионе команды будут делиться на 4 группы и по 2 команды победительницы каждой группы главного дивизиона выйдут в плей-офф. Каждый дивизион состоит из круговых турниров, которые длятся 3 дня, то есть 3 матча играет каждая команда каждый день. Дивизион 4-й, 20-го, 21-го, 22-го августа будет играть. Третий дивизион команды сыграют 27-го, 28-го, 29-го августа. За вторым дивизионом мы будем следить 2-го, 3-го и 4-го сентября. И, наконец, главный дивизион, где в том числе будет играть команда России, стартует 8-го, 9-го и 10-го сентября. Отмечу, что так же, как и в прошлом году, составы команд обещают быть очень сильными. Точные составы команд будут публиковаться Международной шахматной федерации за неделю до предполагаемого старта дивизионов. Но мы уже знаем, что в этот раз, например, в онлайн-олимпиаде примут участие 2 команды из Китая, потому что онлайн-олимпиада 2021 проходит при поддержке администрации города Шэньчжэнь, включая Бюро по культуре и спорту района Лунган, Университета Шэньчжэнь и Академии шахмат и шахматного клуба Шэньчжэнь. Именно ввиду того, что у онлайн-олимпиады 2021 главные спонсоры представители Китая, этой стране было позволено выставить 2 команды, и можно ожидать, что обе команды будут достаточно сильны, и кто знает, теоретически возможен и финал между двумя китайскими сборными. Но, конечно, у других сборных, таких как сборная России, сборная Индии, и, я думаю, сборные других стран, есть что сказать и что противопоставить сборным Китая. Так что будем с нетерпением ждать эти битвы. Скажу также, что каждая команда выставляет на матч 6 основных игроков, 2 шахматиста, это могут быть и шахматистки, 2 шахматистки, тут только шахматистки могут играть на этих досках, 1 юниор, шахматист до 20 лет или моложе, 1 юниорку, шахматистку до 20 лет или моложе, и в запасе у каждой команды есть 6 допасных игроков, и капитан может менять составы в зависимости от того, как играют те или иные шахматисты. Что же, это соревнование обещает быть очень интересным. Мы находимся в предвкушении от борьбы, предстоящей во всех дивизионах, и, конечно, в финальном нокауте. На каналах Ческом.ру мы будем в силу наших возможностей освещать борьбу в этом глобальном соревновании. За битвами в четвертом, третьем и втором дивизионах мы будем следить в обзорах, ну а за главным дивизионом и, конечно, финальным нокаутом мы будем следить в режиме прибой трансляции. Конечно, ждем наших зрителей на каналах Ческом.ру. Будем все вместе смотреть, болеть, играть на этой онлайн-олимпиаде. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, чтобы не пропустить анонсов о трансляции. Впереди очень много интересных и захватывающих встреч. Увидимся уже совсем скоро. Начинаем новое онлайн-соревнование. Онлайн-олимпиада 2021. Смотрим, болеем, играем. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»